Пострадавшим от паводка сельским жителям окажут материальную помощь. На очередной сессии Совета Заполярного района депутаты приняли решение выделить на эти цели 8 миллионов рублей. Сегодня в поселениях работают муниципальные комиссии по определению ущерба от наводнения. По итогам обхода каждого дома, оказавшимся подтопленным, будет определена сумма компенсации. Помимо этой поправки в районный бюджет внесены и другие изменения. Расходы районного бюджета увеличиваются почти на 8,5 миллионов рублей. Практически вся сумма направляется в резервный фонд администрации Заполярного района. Таким образом, на 2017 год объём фонда составит 10 миллионов рублей. Он служит источником материальных выплат для пострадавших от паводка. Главным образом – жители Великовисочного. Там были потоплены 177 домов и 6 объектов социального значения. Сегодня в поселениях работают муниципальные комиссии, которые и определят сумму ущерба. На ремонт частных домов жители получат от 10 до 30 тысяч рублей. По словам Алексея Михеева, компенсировать стоимость ремонта в полном объёме невозможно. Все-таки дом – это частный. И обязанность любого хозяина содержать и предотвращать возможные последствия. Есть прекрасный механизм – страхование. Часть жителей в той же ВИСКе застраховали свое имущество. Сейчас выплаты должны получить от страховой. Понятно, что сложно, понятно, что, наверное, там страховая тоже будет пытаться минимизировать свои выплаты. Но есть нормальный законный способ. Решением депутатов дополнительные средства – 3 млн 311 тысяч рублей – выделены на реализацию программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В частности, на установку систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей предусмотрено 2 млн 487 тысяч. Обустройство противопожарных полос в поселениях с лесной зоной – 824 тысячи. Что касается остальных расходных средств, они будут направлены на различные цели – ремонт жилых домов в посёлках Каратайка и Ома, подготовку и работу объектов муниципальной собственности к осенне-зимнему периоду. Увеличен межбюджетный трансфер к муниципальному образованию на решение вопросов местного значения, в том числе на ремонт и содержание жилого фонда – 353,8 тысячи рублей. На организацию транспортного обслуживания населения в части расходов на содержание взлетно-посадочных полосок и приобретение мобильных зданий для организации зала ожидания для пассажиров выделяется 2 млн 553 тысячи рублей. На софинансирование мероприятий по благоустройству поселений – 3 млн 126,5 тысячи рублей. Кроме того, 916 тысяч рублей выделено на работу с долгостроями, а именно – обследование школы-садов в посёлке Бугрино. В летнее время конструкцию здания осмотрят специалисты и определят, какие работы предстоит провести для завершения строительства. В результате принятых поправок параметры районного бюджета стали следующими. Прогнозируемый общий объём доходов – почти 808,5 млн рублей. Общий объём расходов – 1,402 млн рублей. Дефицит районного бюджета составит 594 млн или 89,2% от объёма доходов. Финансировать бюджет планируется из остатков средств на конец года.